После сорока дней, когда после своего воскресения Христос пребывал на земле, Он часто являлся своим ученикам, последователям, женам-мироносицам, людям доброй воли, те, которые хотели и желали узнать Господа, те, которые любили Его, те, которые слышать хотели Его, и те, которые стремились к Нему. Тем Господь открывал Себя. И вот на сороковой день Он собирает Своих учеников на Илеонской горе, дает им последнее наставление о том, что ожидает всех тех, кто будет истинно веровать в воскресшего победителя смерти Иисуса Христа. И потом, пред Своими учениками, благословляя их, Он стал отрываться от земли и возноситься на небо. Мы себе даже представить не можем ощущение и состояние учеников, и всех, кто присутствовал, а там присутствовала Богородица, присутствовали и жены-мироносицы, присутствовали апостолы, и те, кто любили Господа. И когда они увидели человека, отрывающегося от земли и поднимающегося к небу, их изумления не было предела. И они так и стояли, как завороженные смотрели, и когда облако взяло, как бы окружило Христа, то явились ангелы и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, которого вы видите возносящимся на небо, придет таким же образом, как вы видите восходящим Его на небо». И после этого они пошли обратно в Иерусалим и всегда пребывали с Господом. Они как бы расстались с Ним, но в сердце их остался Христос. Вот сегодняшний праздник призывает и всех нас, как бы провожая Господа, оставить Его в своем сердце. Ведь каким могло быть расставание для истинно любящих Иисуса Христа со своим Божественным Учителем? Давайте представим, Он бы уехал, сел и уехал, или, может быть, Его просто больше никто не видел, Он просто перестал быть. Все спрашивали, вы не знаете, куда ушел Иисус? Вот они знаем, кто-то говорит, что Он уехал, кто-то остался, кто-то говорит, где-то живет. Но расставание могло бы быть со Христом, истинным Богом и Спасителем только таким, на небо, туда, куда горе имеем сердца, туда, куда устремляется сердце каждого человека, ищущего своего спасения. Вот провожая и получив откровение о том, что Христос вознесся и таким же образом с небес придет, мы с вами тоже получили удивительное откровение. Сбытие всех тех слов, которые сказал Христос своим ученикам, которые передавали потом через Евангелие. И вот Евангелие от Иоанна особенно передает удивительную мысль, которая пусть каждому из нас в этот праздник будет особо близка и дорога. В Царстве Отца Моего обителей много, говорит Христос. И я иду, чтобы приготовить вам место, а потом снова приду и возьму вас к себе, чтобы где я, там и вы были. Мне кажется, вот этого слова достаточно на всю жизнь верующему человеку. Господь возносится туда, чтобы каждому из нас приготовить место в тех обители, которые там много. Каждый получит по делам своим. Как ты любил Господа. Заходи к тем, кто так же любил Его, как и ты, живя на земле. Ты ненавидел Господа. Там места тебе не будет. Там будет только место тем, кто всем сердцем, всей душой и всем помышлением возлюбил Господа своего и ближнего своего, как самого себя. И не случайно в Никео-Царьградском символе веры мы читаем эти слова, которые изо дня в день, из года в год, из века в век повторяем, спрочитав и читая символ веры. Мы веруем в воскресшего Господа Иисуса Христа в третий день по Писаниям и восшедшего на небеса и паки грядущего со славою судите, живых и мертвых Его же Царствию не будет конца. И потому, дорогие, для того и приходил Христос, чтобы открыть нам небо. И вера православная, запомните, это вера, которая не просто открывает, но предоставляет возможность человеку прямым путем унаследовать Царство Небесное. Ведь Сам Христос пришел и проложил нам этот удивительный путь. Давайте же помните эти слова, которые сказал Христос. «О горнем помышляйте, а не о земном». Давайте чаще тосковать по небу, ведь там наш Отец, там наша Родина. Мы сюда пришли, как только что читали в молитве, как странники на короткое время земной жизни, а потом снова возвратимся в обители Небесного Отца. Почему и называем его Отче наш, который на небесах. Так если Отец наш на небесах, то и Отечество наше, где наш Небесный Отец. А здесь мы гости, странники и пришельцы, постепенно идущие своим путем в тот горний небесный мир. Давайте не будем забывать об этом. Давайте будем любить за это удивительное откровение и за все то, что сделал для нас Спаситель Христос, нашего Господа всем сердцем. Потому что если будем любить Его, то обязательно будем в Его обителях, которые Он пришел приготовить всем любящим Его. С праздником, дорогие! С Вознесением Господним! Пусть радость о сегодняшнем торжестве не оставляет наше сердце. И пусть те слова, которые сказал Христос, «Ухожу к Отцу моему и к Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему, и сия с вами во все дни до скончания века будут в сердце каждого из нас, потому что только с этой радостью и упованием, что всех нас, любящих Христа, ждет не тлен, не гроб, не земля, а небо дает нам силы и упование жить и нести все скорби и испытания этого земного странствия временного бытия. С Вознесением Господним! С праздником всех вас! И храни всех вас Христос! Аминь!